Отпусти! Семилетняя Алина не просто плавает в бассейне. Это практически единственная возможность для девочки нормально двигаться. У неё проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Ей уже сделали несколько операций. На период реабилитации врачи разрешили только плавать, чтобы мышцы не атрофировались. Мама привела её в бассейн в Центре социального обслуживания. Здесь малышам помогает встать на ноги сразу по нескольким специально разработанным программам. Причём совершенно бесплатно. Детям нравится процесс, а их родителям результаты. Алина уже может ходить на костылях. Плавать, баловаться и играть. Всё равно же плавание укрепляет систему. Нам вообще ходить нельзя было, а плавать можно. Хотя бы это физическая нагрузка. Здесь же мы сделали пандус. И теперь ребятишки, которые на колясках передвигаются, могут безболезненно заехать в наш бассейн. И купили мы подъёмник специально для того, чтобы их можно было посадить и опустить в воду. А в воде они очень удачно плавают. Мы видим положительные результаты этой работы. Для старшего поколения в Центрах социального обслуживания свои программы. Кто-то ходит на кружки рукоделия и флористики. Кто-то учится работать с компьютером. Кто-то поддерживает себя в форме и занимается физкультурой. А кто-то просто приходит сюда за общением. В общей сложности услугами учреждений пользуются более 260 тысяч человек. Такая работа проводится по всему краю. В городах и районах действует более 150 центров социального обслуживания населения. У нас не существует очереди. Каждый, обратившись, получает подробную консультацию о предоставляемых услугах. У нас акцент сделан в основном на медицинскую реабилитацию. В неё ходят и физическая реабилитация, психологическая реабилитация, социокультурная. Организация досуга – это самая первостепенная наша задача, так как проблемы пожилых людей в основном являются одиночеством. Ежедневно в органы социальной защиты края обращаются около 3 тысяч человек за субсидиями, льготами, пособиями на детей. Больше миллиона жителей края получают выплаты. 7 тысяч пожилых людей и инвалидов постоянно проживают в специальных интернатах. И именно на эти учреждения сейчас обращено особое внимание. В механизме социальной поддержки населения практически всё отлажено. Все выплаты предоставляются своевременно, в полном объёме. В прошлом году дважды все социальные выплаты были проиндексированы. То вот в системе социального обслуживания задач, конечно, стоит больше. Необходимо укрепление и развитие материально-технической базы. Необходимо создание комфортных уже условий проживания. Мы ставим перед собой задачу закрыть все деревянные корпуса. На ежегодной коллегии Министерства соцполитики поставлены важные задачи. Повышение качества управления, применение новых технологий и усиление принципа адресности государственной помощи. Заниматься этим предстоит всем руководителям городских и районных органов социальной защиты. Алина Штокова, Александра Арепева, Всеволод Никитин. Новости.